Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире канала Архыс 24, программа «Здоровье» и я, ее ведущая, Мариана Агирова. Начну программу по традиции с обзора новостей в медицине. Первая в мире вакцина от коронавируса во вторник была зарегистрирована в России. Она получила название «Спутник-5». «Сделан очень важный шаг для нашей страны и вообще для всего мира», – заявил президент Владимир Путин. Производить препарат начнут на двух площадках в стране – в центре Гамалеи и на фармацевтическом заводе «Бенофарм». Готовую вакцину первыми получат медики и учителя. Министерство здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко рассказал подробности о первой вакцине. Ее разработка началась сразу после того, как была объявлена пандемия нового коронавируса. База для этого уже была. Эксперименты, начавшиеся еще в 90-е годы, позволили создать универсальную платформу для разработки вакцин против различных инфекций, включая опасные. Таким образом, к пандемии COVID-19 специалисты центра Гамалеи подошли, имея в запасе технологии с доказанной эффективностью и безопасностью. Это, по словам министра, и стало залогом того, что вакцину против коронавируса удалось создать в кратчайшие сроки. Профсоюзные организации обещают следить, чтобы при массовой иммунизации против новой коронавирусной инфекции не нарушался принцип добровольности. В профсоюзных движениях заявили, что проконтролируют соблюдение принципа добровольности при вакцинации медицинских работников от COVID-19. Пока в организации не поступало сообщений от коллектива в медучреждении о нежелании делать профилактическую прививку отечественной вакциной. Напомним, в обязательном порядке прививать только против некоторых заболеваний детей и выезжающих на длительный срок в экваториальные страны. Независимый опрос тем временем показал, в эффективности вакцины не уверены 27% опрошенных, 32% считают ее безопасной, 4% заявляют, что прививаться все равно придется. Заставят. Социальная сеть Facebook объявила об удалении 7 миллионов постов, содержащих недостоверную информацию о коронавирусной инфекции. В том числе были удалены сообщения о несоответствующих мерах профилактики лечения COVID-19. Данные были опубликованы в рамках шестого отчета о соблюдении стандартов сообщества. В компании рассказали, что из-за эпидемии коронавируса и связанными с ними ограничениями, контроль контента в большей степени осуществлялся автоматизированными системами. В 2019 году социальная сеть заявила о намерении ограничить распространение недостоверной и вводящей в заблуждение информации по вопросам здоровья, фитнеса и питания. Теперь материалы ленты проверяются на наличие недостоверной, вводящей в заблуждение или сенсационной информации по вопросам здоровья. Например, сообщения о разнообразных чудо-лекарствах, либо на наличие признаков продвижения продуктов и услуг, имеющих отношение к поддержанию здоровья. Итальянские ученые установили, что недосып на протяжении пяти ночей изменяет восприятие действительности. Человек начинает в негативном ключе видеть позитивную или нейтральную информацию, пишет Medical News Today. Этот вывод ученые сделали по итогу эксперимента с участием 42 добровольцев. Они смотрели на приятные и нейтральные изображения на утро после нормальной ночи или ночи с непродолжительным сном. Оказалось, люди чаще негативно реагировали на эти изображения после ночей с урезанным сном. Так как индивидуальная потребность во сне может разниться, специалисты планируют провести исследование с учетом этих данных. Одно известно точно – нарушение сна может быть связано с расстройствами настроения и посттравматическим стрессовым расстройством. В России урологические заболевания составляют 10-12% общей заболеваемости населения и являются одной из причин снижения качества жизни, инвалидизации и смертности. Это одна из тех болезней, которую часто ее носитель запускает. Забота о своем здоровье – дело полезное, но даже в нем находится немало места стеснению и вредным заблуждениям, особенно если речь идет об урологических заболеваниях. О том, с какими проблемами стоит идти к урологу, а чего наоборот бояться не стоит – далее в сюжете. Урологические заболевания – это дисфункции мочеполовой системы различной природы, воспалительные процессы, новообразования, травматические и токсичные поражения. По мнению ведущих специалистов, в последние годы частота возникновения заболеваний мочевыделительной системы увеличивается примерно на 20%. Для успешного лечения важно не упустить время и обращать внимание на симптомы, пусть даже самые легкие. Если их запустить, то они могут смениться более серьезными. Боль внизу живота, тянущая или резкая, частые позывы к мочеиспусканию во время сна. Малое выделение урины при ощущении его наполненности, жжение и боль при мочеиспускании, колики в области поясницы, кровь в моче, отечность лица или ног, недержание. Методы лечения и диагностики урологических заболеваний в наше время шагнули далеко вперед. Но мы сегодня остановимся на классической схеме. Во-первых, начинать нужно со сбора анамнеза. Врач должен внимательно выслушать пациента с целью получения исчерпывающей информации о начале заболевания, имеющихся симптомах и ощущениях пациента. Во время осмотра врач обращает особое внимание на наличие видимых изменений – припухлостей, покраснений кожи, которые являются признаками патологий. Пальпация помогает оценить размеры, плотность, правильность расположения почек, мочевого пузыря и т.д. В зависимости от результатов обследования далее назначается лечение и не только медикаментозное, но и физиотерапевтическое. Мало кто знает, но ежедневное питье, подходящее по составу минеральной воды, останавливает дальнейший рост имеющихся камней и помогает более быстрому отхождению из организма, если форма и размер позволяют им выйти самостоятельно, без хирургического вмешательства. А бальнеотерапия с применением азотно-кремнистых термальных вод с содержанием радона оказывает противовоспалительное, гипотензивное, успокаивающее действие. Близи лечения способствуют снятию воспалительного процесса, исчезают болевые ощущения. Способов лечения урологических заболеваний множество, но лучше не допускать развития болезни. Так что не стоит пренебрегать профилактикой и наведываться к соответствующему врачу не реже одного раза в год. Более подробно о передовых методиках лечения урологических заболеваний поговорим с гостем программы, врачом-урологом Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. Ломоносова Шапаровым Борисом Мурадиновичем. Здравствуйте, Борис Мурадинович! Здрасте! Вы у нас врач-уролог, который прибыл в нашу республику с очень важной миссией. Расскажите нам, пожалуйста, как давно вы занимаетесь урологией, как начиналась ваша деятельность вообще врачебная, с чего все начиналось, и будем уже по порядку освещать то, чем вы занимаетесь и для чего действительно прибыли в нашу республику. Так, ну, начиналась моя деятельность еще, наверное, с поступления в университет, это второй медицинский университет, по нему имени Николая Ивановича Пирогова. В 2011 году я поступил, в 2017 году я закончил. К этому моменту я уже, в общем-то, определился с выбором специальности. С 2015 года я стал дежурить в урологическом отделении, ходил на кружок и тому подобное. В общем, уже погружался как-то в специальность. И в 2017 году, получив на руки диплом, я уже имел представление о специальности, о том, куда я хочу идти, чем заниматься и о том, что из себя представляет данная специальность. В 2017 году я поступил в ординатуру в МГУ Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова. Я закончил ординатуру в 2019 году и в 2019 году поступил в аспирантуру. На данный момент я аспирант, заканчиваю первый год обучения в аспирантуре и сотрудник клиники МГУ Московского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова. С какой миссией вы сейчас прибыли в нашу республику? Расскажите. Я прибыл с миссией очень важной. Моей целью было провести отбор пациентов для оперативного лечения у нас в клинике. Дело в том, что у нас в клинике есть квоты свои собственные, которые никоим образом не связаны с Минздравом или еще с чем-то. То есть это федеральные квоты? Да, федеральные квоты, второй раздел ВМП, мы их сами оформляем. И моей целью было, хочу организовать лечение. Помочь жителям нашей республики получить достойную медицинскую помощь. Скажите, а вот какие заболевания, скажем так, вас интересуют? Кто может получить достойную медицинскую помощь в условиях вашего лечебного учреждения? Ну, в нашем лечебном учреждении оказывается медицинская помощь оперативная, в общем-то, по практически всему спектру урологических заболеваний. Там, где есть показания к оперативному лечению. В первую очередь, это наиболее распространенные заболевания. Это гиперплазия простаты, это мочекаменная болезнь. Это онкоурологические заболевания, такие как рак простаты, рак мочевого пузыря, опухоли почек, опухоли верхних мочевыводящих путей, опухоли лаканки почки и опухоли мочиточника. В случаях, если есть данные образования, скажем так, данные патологии, то они могут получить достойную помощь у вас. У нас все-таки среди населения все-таки есть еще вот такой страх, что лапароскопический, эндоскопический доступ, это не всегда информативно, потому что отверстие очень маленькое, якобы как хирург это все видит, как это все делается. В чем преимущество лапароскопии в урологии именно? Ну, на сегодняшний день лапароскопические методы лечения являются методами выбора по всем международным рекомендациям. Они менее травматичны, функциональные результаты, как правило, ну, понятно, в зависимости от специфики, но функциональные результаты, как правило, лучше. Если мы говорим о том же раке простаты, удаление предстательной железы, в отношении онкологических результатов, они такие же, как при открытой операции, в отношении удержания мочи, например, в послеоперационном периоде качества жизни, результаты намного лучше при лапароскопическом или роботоассистированном лечении. Уменьшается ли количество пребывания пациента в стационаре после таких операций? Однозначно уменьшается. Понятно, что это меньшая травматичность. Если мы сделали лапароскопическую операцию, мы пациента активизируем в тот же вечер. Он уже в отделении интенсивной терапии. Ну, все очень боятся этого слова, реанимация. На самом деле, это отделение, в общем-то, интенсивного наблюдения и контроля пациента в послеоперационном периоде. Его там уже ставят на ноги, и он уже начинает ходить. Протокол фраструктуры. Ранее активизации? Да. А вот скажите, вот, допустим, вы говорите о том, что онкологические заболевания, да, мочевыводящие системы, то есть их можно оперировать у вас. Да. После проведения оперативного межмешательства требуется ли им дальнейшее лечение, то есть химиотерапия, мочевая терапия? Если да, то как вы это согласовываете с теми субъектами, которые к вам направляют по федеральным квотам на лечение? Здесь есть такая юридическая особенность. Мы оперируем локализованный рак. Если это рак местно распространенный или распространенный, это уже вопрос специализированного онкологического учреждения. Мы оперируем локализованный рак. Если все хорошо, если у нас отрицательный край, то никакое дальнейшее лечение не требуется. Требуется просто наблюдение, контроль рецидива. То есть, получается, вы больше занимаетесь отбором пациентов, у которых онкологические заболевания выявлены на ранних стадиях? Ну да. В принципе. Ну да. Сколько времени вы планируете находиться в нашей республике и сколько пациентов вы планируете посмотреть или сколько отобрать? Есть ли какие-либо ограничения в этом плане? Я, ну, я, естественно, ограничен во времени. Я не могу. Мне нужно работать, мне нужно возвращаться к труду. Я провел здесь два амбулаторных приема в клинике. В клинике доктора. Посмотрел достаточно большое количество пациентов. Но помимо этого я периодически сталкиваюсь где-то с людьми, никогда никому не отказываю. Чем больше, тем лучше. Давайте подробнее все-таки про лечение. На сегодняшний день достаточно много способов лечения. Одного предстательной железы, гиперплазии, простаты – это одно из наиболее распространенных заболеваний. И методы лазерные, скажем так, они потихонечку начинают вытеснять традиционную электрохирургическую хирургию. Ну и, естественно, открытые операции. Открытые операции, они все еще проводятся. А какая раньше использовалась традиционная электрохирургическая методика? Традиционная электрохирургическая методика называется трансуртральная резекция. Предстательная железа вначале была монополярная, затем биполярная. Там немножечко есть отличия, долго в это углубляться. Суть в том, что камера маленькая, маленький световод, маленькая лампочка это освещает, и специальная маленькая петелечка, она, значит, срезает потихонечку вот эту ткань простаты. Во время того, как она срезает ткань простаты, мягкие ткани, электроэнергия, она, скажем так, глубоко пропитывает. Происходит карбонизация тканей. Это отражается в будущем на высшей вероятность рубцовых процессов. То есть в мочевом пузыре, правильно? В мочевом пузыре, в простатическом отделе уретры. То есть внутри у человека, понятно, что точно так же, как снаружи, если есть какая-то травма, если есть какой-то порез, ожог, может образоваться рубец, шрам. То же самое происходит внутри. От этого ухудшается мочеиспускание, эти процессы зачастую рецидивируют. Если мы говорим о лазерной хирургии, вероятность развития таких осложнений меньше. Лазер позволяет удалять эндоскопически, безо всяких разрезов, гиперплазические узлы гораздо больших объемов. На сегодняшний день трансуретральная резекция является одним из методов выбора для узлов объемом до 80 сантиметров кубических. То есть тут еще имеет значение размеры образования? Да, да. Лазер позволяет выполнять, ну, в зависимости от опыта хирурга, практически неограниченные объемы удалять. Меньше риск осложнений. Длительность операции? Длительность операции, в общем-то, достаточно похожая. Но суть в том, что после того, как мы удаляем гиперпластические узлы единым блоком, нам нужно вторым этапом выполнять марцеляцию. Маленькая такая мясорубочка, если можно сказать, она узел засасывает и измельчает его. Длительность операции очень сильно зависит от объема удаляемой ткани. И надо иметь в виду, что в случае с лазерной нуклеацией гиперплазии простаты, узел удаляется единым блоком. И вторым этапом его нужно измельчать, удалять из мочевого пузыря измельченные фрагменты. Вот этот этап, он, как правило, длительнее, чем сама операция, чем само удаление гиперпластического узла. Поэтому при лазерной нуклеации одного простаты операция может быть даже длиннее, чем трансферентральная резекция. Но, тем не менее, она более эффективна, связана с меньшим риском осложнения в будущем. Гиперплазия простаты – это очень широко распространенное заболевание. У этого заболевания имеется четкая связь с возрастом. Чем человек старше, тем выше вероятность того, что у него это разовьется. А как диагностировать, что у человека есть гиперпластический процесс? С какими жалобами они обычно обращаются? Может, нас смотрят люди, у которых есть данные жалобы, а они никогда не обращались за медицинской помощью? Жалобы – ухудшение качества мочи и спускания, вялое струя мочи, необходимость натуживания при мочи и спускании, частые позывы, человек бегает часто маленькими порциями, по ночам несколько раз встает. Это достаточно известные жалобы, в общем-то, которые многих мужчин преследуют. Но в силу, наверное, такого специфики мужчин, они об этом никому не говорят, никому не жалуются. И в том числе мужчины почему-то считают, что это нормально, что вот, дескать, уже не молодой. Тем более вы сказали, что есть связь с возрастом, то есть чем старше, чем выше риск развития данной патологии. Да, собственно, поэтому мужчины почему-то считают, что это нормально в их возрасте. Нет, это ненормально, это заболевание, которое нужно лечить, можно лечить, и в том числе оперативными методами. А есть ли какие-нибудь онкомаркеры, которые им нужно сдавать, которые помогут диагностировать, допустим, данное заболевание? Нет, онкомаркеры – это доброкачественная опухоль. Аденома простата – это доброкачественная опухоль, каких-то специфических маркеров для нее не нужно. Для этого достаточно трансректального ультразвукового исследования. В общем-то, достаточно и трансабдоминального, чтобы увидеть, что… Есть данные, и при пластичном процессе. …представительная железа увеличена, да. Но лучше, конечно, трансректально, более информативно. Борис Мородинович, ну вот, подытожив нашу сегодняшнюю программу, что бы вы хотели пожелать нашему населению, на что их напутствовать и какие рекомендации им дать? Хотелось бы пожелать нашему населению более ответственно относиться к своему здоровью, ходить к врачам, вовремя ходить к врачам, не запускать свои заболевания. Но если вдруг так получилось, что заболевание уже в такой стадии, когда требуется операция, когда требуется высокотехнологичная операция, опять же, вы можете обращаться к нам в клинику, можете писать меня в директ, можете писать меня в WhatsApp, на рабочую почту. Мы это все прикрепим. Мы всегда готовы оказать вам качественную и эффективную медицинскую помощь. Мы готовы вас консультировать, мы готовы помогать вам дистанционно. Нужно только обратиться. Спасибо большое, Борис Мурадинович. Спасибо. А я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней программы был врач-уролог Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова Шапаров Борис Мурадинович. Уважаемые зрители, у вас есть возможность задавать свои вопросы специалистам Минздрава Республики, врачам, фельдшерам и всем тем, кто уже был или будет в перспективе гостем нашей программы. Мы принимаем вопросы на медицинскую тематику по электронной почте. Адрес вы видите на своих экранах. Звоните, пишите, мы постараемся найти ответы на все волнующие вас вопросы. На этом наша сегодняшняя программа подошла к концу. Встретимся с вами через неделю в это же самое время. Будьте здоровы, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова